здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа золотые перья я владимир банщиков с удовольствием представляю человек который сегодня будет освещать со своей точки зрения наши анализировать просматривать наши еженедельники искусствовед надежда обзаева надя здравствуй а я вот тебя так озадачил буквально несколько минут я у меня первый вопрос ко всем кто больше меня давно в руках газету с таком виде в печатном содержал честно честно давно-давно в основном конечно я пользуюсь ганджетами читаю новости разные на интернет-порталах поэтому конечно для меня это тоже такой ну экспириенс вызов это очень приятно я увидел что вы разве мы можем неприятные вещи предлагать такой девушки красивые молоды как ты меня обижать но поехали собственно говоря непосредственно к нашим еженедельникам так ну вот это мк а это мк и и это это молодежь гулять в мк в общем я вот самые такие которые мне запомнились заинтересовали статьи это вот про космос мы показали что жизнь пришла из космоса то есть здесь описывают исследование ученого который открыл ну открыл наверное или это еще теории я так думаю что те метеориты которые упали допустим там в казахстане падали они изучали под микроскопом и нашли там жизнь то есть жизнь микроорганизмы которые которых нету на нашей земле то есть это действительно доказывает то что на других планетах то что мысли космического жизни ну ну я такой журнал такой был наука и религия назывался вы о нем и слыхом не слыхивали это вот когда борется между собой наука и религия на самом деле эта борьба продолжается и будет продолжаться как кто-то не победит кто победит когда вот из этой области ну наука мне очень нравится я конечно не хватает мне знаний чего то но я всегда не пропускаю какие-то научные открытия раньше я помню в бгу устраивали научные бои такой формат когда из разных институтов при бгу приглашали ученых формате буквально там 10 минут они рассказывали про свои открытия вот допустим там кто-то я помню открыл вид растений какой-то кто-то создал но как бы как сказать там новую силу линия какое-то да или и и теории там были то есть это вообще жутком меня захватывает мне кажется это очень интересно я вот как раз такие статьи все время запоминаем тоже интересно что жизнь действительно сто процентов есть на других планетах биологическая микроорганизм замечательно поехали дальше так далее ну достаточно популярная новость о том что якутский учитель стал лучшим кинематографистом так это называется то есть пугало вот эта вот картина непрофессионального режиссера получила лучшие призы на кинотавре то есть лучшая женская роль режиссура если я не ошибаюсь такой вот это вот из области уже твоей непосредственно культуры да из области культуры ты сама этот фильм не видела наверное или его наверное еще вообще невозможно мне кажется пока нельзя но очень хочется посмотреть очень интересно потому что все равно когда тем более отмечают ну вот профессиональное жюри человека не из этой сферы незамыленный взгляд свежий мне кажется что-то такое новые грани кино новые грани вот чего-то такое визуального ряда что-то там будет я бы сказал больше это подарок всем учителям российским дни учителя и к началу учебного года день учителя у нас 5 октября по моему если я не ошибаюсь твердая дата вот этот подарок всем нашим учителям что они молодцы очень творческие люди многообразные образные поехали дальше так мы мк убираем да все следующее у нас на очереди номер один тоже из моей сферы так глаз упал на бэнкси потерял авторство тоже достаточно такая популярная тема вот сейчас тоже во всех сми что бэнкси художник который творит анонимно граффити улесь уличное искусство творит анонимно но его весь мир знает но его весь мир знает при этом да и он мне кажется он очень сильно раздвигает границы восприятия искусства и очень как бы придумывает такие произведения которые эпатируют и которые привлекают внимание и привлекают внимание да и вот может быть в прошлом году по моему девочка шаром его работа на суд без была продана за огромные деньги и после того как только вот этот молоток упал за эту цену она тут же сама себя уничтожила эта работа не видели видео на бумагу который режет в общем она вот так вот вниз сложилась и тот же самоуничтожил шредер называется шредер да шредером вот то есть это во многом против вот этой системы соутбис аукционов такого накручивания бесконечного денег и так далее то есть это молодец мужик он импортирует привлекает внимание правильно сказал он расширяет границы что у искусства в принципе границ нет и никаких рамок там нет и быть на мой взгляд не должно не знаю может я не прав как ты считаешь как искусствует должно быть какие-то рамки границу искусства но я имею не имею ввиду там какую-то порнографию еще какую-то гадость а именно в нормальном смысле мне кажется нет мне кажется все человечество вся история искусств и жила вот эта история раздвижение границ не только искусства а нашего восприятия мира то есть у нас сейчас мне кажется идет такой синтез разных сфер например вот наука первая новость да наука с искусством тоже взаимосвязаны и они порождают направлении научное искусство где биоинженерия например где художник может у себя на руке вырастить третье ухо например да с какой-то идеей да да это очень известный художник либо одна художница тоже своим молоком вскармливала волчат это тоже было что-то тоже на грани на такой грани это раздвижение рамок восприятия мира мы пытаемся по-новому выстроить систему человека природа какие мы 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 такие же существа как и животные как и как и мир то есть как и природа и в этом плане мы пытаемся как-то по-новому я надеюсь что это произойдет в наше общество по-новому как-то будет меняться согласен поехали дальше ухты меня загрузил поехали дальше про уху почему сразу гоген гоген да тоже морозок из мира искусства в хорошем смысле этого слова молодежь бурятии здесь статья прекрасный прекрасный проект мне до башни называется это марина мария хан хунов да это наш известный общественница волонтер и еще она как как тут женское движение феминистка создатель очень важных таких нужных нашему обществу проектов идейный мне кажется вдохновитель многих проектов и здесь я не очень хорошо вот погружалась в этот проект но я знаю что водонапорные башни на круга байкальской железной дороге вот о них идет речь то есть видимо реставрации их поэтому они выпускают с по моему дизайнерами георгий гургов и никита самсонов мерч то есть носки вот запускают эту продажу и все вырученные средства кажется до идут на восстановление башен то есть такой очень классный грамотный проект который в общем название очень классно и она сразу цепляет она очень современная и носки очень приятно приобрести знаю что ты делаешь полезное дело согласен тем более вещь нужную каждому конечно вот замечательно еще что тут что-то больше мне так хорошо хорошо давай другую еще одна осталась осталась дай остался у нас информ полис на десерт аккуратненько убираем тебе не мешал очень красочная газета кстати наверное самая красочная нашем сегодняшнем раскладе ну вот интересное сразу тоже глаз упал парень из бурятии покоряет танцпол на тнт тоже интересно тоже из области культуры и искусства сейчас я специально не посмотрю так давай сильно проблемные статьи не будем а то что касается вот непосредственно то что тебя вот цепляет на самом деле так то что меня цепляет ну вот парень на тнт и даже вот даже не знаю что взять вроде бы все так интересно не на самом деле да газеты стали значительно интереснее на мой взгляд особенно вот последнее время очень в лучшую для меня лично сторону изменился информ полис стал более такой резкий более объективный что меня лично радует давай закончим вот какой 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 бы полосой допустим да вот смотри тут есть две полосы постоянные в информ полисе это полисенок это детская такая страница раньше был разворот даже больше было сейчас видимо нет возможности да да полисенок есть еще страница с юмором ну я так зову потому что 10 к верикатуре анекдоты и всякие фразы вот и на какую бы страницу больше внимания обратила вот в данный момент в данный конкретный вот прям сегодня среду полисенок да но у меня вот маленький ребенок получать но он очень маленький конечно ему еще рано читать вот но вот его порекомендовала вот в родителям маленьких детей но не совсем маленьких которые уже более-менее начинают там да я тут вообще вижу классный проект автор стихов ордени дугаров и иллюстрации к ним это вот сделали вариацию алфавита с иллюстрациями словами на бурятском языке очень классно вот 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 на этой позитивной ноте мы закончим с тобой сегодняшнее наше обсуждение свежих республиканских еженедельника спасибо очень эмоционально очень классно я уверен что нашим телезрителям понравится также как и мне твои участие в нашем проекте спасибо еще раз уважаемые телезрители я напомню что свежие республиканские еженедельники сегодня освещала искусствовед надежда абзаева я владимир банщиков прощаюсь с вами все вам самого доброго увидимся через неделю а